всем огромный привет добро пожаловать на мой канал и сегодняшнее видео я бы хотел вам показать как я делаю себе маникюр по вашим же просьбам я сразу говорю что я не мастер маникюра никогда не училась этому просто делаю полом видео смотрела на ю тубе где-то что-то читала и в общем я самоучка так что кому интересно продолжайте смотреть и так я уже сделала маникюр себе на ноготочках у меня остался один ноготь который я буду показывать как раз вам сейчас как я его делал я не обрезаю кутикулу я использую вот такое средство удаление кутикулы я его сейчас нанесу и расскажу как я снимаю наношу вот окна кутикулу и вокруг жду какое-то время и потом в дом зачищать ноготок значит снимаю я сейчас не машинкой то есть когда у меня короткие ноготочки я именно размачиваю средством для для снятия лака перед этим перед тем как размочить я беру пилочку обычную и снимаю пилочкой вот этот вот глянцевый ну то есть глянец топ то есть верхний спиливаю слегка аккуратненько чтобы не повредить тоже кутикулу до свое и после этого я уже беру обычный ватный диск разрезаю его на маленькие части смачиваю жидкостью накладываю и заворачиваю фольгой это на самом деле на камеру мне не получилось сделать но суть я думаю понятно спиливаю я вот этой машинкой которая у меня есть только когда длинные ногти тогда я оставляю базу то есть пиливаю не до конца просто вот верхний слой и ноготочки так ну не знаю вот так вот у меня получается потому что если я буду спиливать базу то я иногда повреждаю ноготь вообще машинка конечно которая у меня есть я как-то не очень приловчилась пользоваться на сейчас я буду делать себе маникюр вот таким лаком точнее я уже на всех ноготочках сделала да это моя новинка значит это in garden оттенок 046 я недавно себе приобрела вот и также буду использовать раньше я использовала праймер от марки blue sky мне вообще марка плюс к не нравится говорю сразу сейчас я буду использовать вот такой бандер я его себя приобрела и кто то из девочек мне писало также продавец мне сказала что вот этот бандер он дает липкий слой на ногтях то есть праймер он высушивает ноготь а бондор именно дает липкий слой то есть нужно использовать или то или той я не знаю насколько это действительно так она и есть но вот я в этот раз использовала вот этот бондар он действительно дает липкость и посмотрим как будет долго у меня держаться значит база у меня от коди и топ у меня вот такой от марки рунелло мне там его чуть-чуть осталось в общем да использую потом приобрету себе какой-то другой ну и обычное средство для снятия липкого слоя баф и безворсовые салфеточки я сейчас купила в магазине до этого у меня были салфетки вот опи они мне не нравились вот сейчас взяла какие-то там упаковочку за 50 рублей в принципе неплохие надо будет заказать с алиэкспресс и масло которое я сейчас использую для кутикулы у меня вот такое мне она очень нравится она очень хорошо увлажняет кутикулу очень хорошо но не знаю вообще нет никаких не заусенчиков ничего такого ну и конечно же лампа в которой я буду все это дело сушить и крашу ногти я обычно как базу сам от этого кодида которая или вообще любую другую базу я обычно использую то есть наношу на один ноготок сушу на нашу на один ноготок сушу когда короткие ноготки я беру немножко этой базы и по два ноготка скажем так делаю то есть сделала два ноготочка высушила два ноготочка высушила это что касается база что касается цвета если просто вот обычный такой вот красный да у меня короткие ноготочки мне нужно никак не с чем заморачиваться то я наношу 4 делаю в начале ноготочка вот эти я всегда делаю отдельно почему я делаю отдельно потому что когда я кладу ручку в лампу сушить то есть получается пальчик немножко наклонен сюда и у меня на кутикулу затекает лак вот этот который я купила он очень густой он не затекает до этого которые у меня были от плюс кай они всегда затекали и поэтому вот эти ноготочки они плохо просушивались в общем я привыкла уже и делать отдельно вот эти два начале один потом 2 так неудобный вот ну и дальше я просто вот у меня уже это средство кутик ремовер да он по-моему называется и я просто зачищаю ноготочек вот таким образом аккуратненько я не знаю девочки я не мастер маникюра вот делаю как что называется как делаю до аккуратненько стараясь не касаться особо сильно ноготка я просто отодвигаю кутикулу и убираю все вот все что у меня здесь и здесь есть и если мне где-то нужно что-то вот там какой-то заусенчик или еще что-то то я использую вот такие вот кусачки им уже я хорошенечко вот тут обрабатываю то что это в основном есть что касается каких-то заусенчиков то есть сама кутикула я не обрезаю я как-то одно время обрезала эту кутикулу и у меня получилось так что она стала быстрее нарастать я не знаю насколько это правда или нет но я такое заметила поэтому решила больше так не делать дальше я буду обезжиривать у меня вот такое средство точнее вот это у меня баночка но средство у меня вот такое было куплено большой бутылки я просто переливаю маленькую меток удобнее просто буду обезжиривать ноготок у меня форма ноготка уже сделано но я думаю форму понятно все потом я беру баф свой я занят что все такое вот показываю как есть я попыталась тут почистить меня ничего не получилось я слегка буквально вот совсем легонечко я запиливаю сам ноготок и обязательно запиливаю вот этот край чтобы он не был шероховатым чтобы было все такое гладенькое вообще до этого я любила очень но мне нравились такие овальные ноготочками сейчас что-то вернулся 5 такой но не совсем у меня квадрат форма потому что я уголки вот эти вот тоже немножко запиливаю потому что но иначе они ломаются снова я тоже салфеточка убираю все то что запилила ну буквально чуть-чуть то есть я много не запиливаю иначе ноготки становятся очень очень тоненькими поэтому я вот таким вот образом вот у меня подготовленный ноготок и я буду наносить вот этот бондар я так и не поняла нужно ли ждать когда он подсохнет или нет но я в этот раз чуть-чуть совсем подождала чтобы он вот я кстати вот так вот все время на краешек стола кладу она ножки кладу полотенце потому что у меня всегда все это девочки я надеюсь что хорошо видно просто у меня камеру по никакому не получается установить иначе будет не видно все совсем вот так вот я наношу и дам немножечко подсохнуть но не знаю если вы знаете нужно ли чтобы такие вещи подсыхали или нет обязательно напишите вообще нужно ли использовать праймер и бондар сверху потому что я одной девушки видела что она делала именно так то есть начали наносила праймер тот который высушивает ногтевую пластину до сверху уже наносила бондар и потом базу но не знаю стоит ли так вообще заморачиваться или нет когда я делаю маникюр в принципе себе сама да ну не знаю вот у меня немножко подсох и видите он такой получается глянцевый то есть у нас ты оставляет вот это вот липкость такую ноготочки не знаю посмотрим как будет держаться дальше я беру вот этот базу от коде я беру ее совсем совсем чуть-чуть потому что она достаточно густая и обычно кладу так на краешек стола и начинаю наносить хорошенечко базу стараюсь максимально подойти к кутикуле заводить под кутикулу у меня честно не получается я сколько не пробовала но тут кстати посмотрела что нужно именно такую тоненькую кисточку приобрести можно будет туда заводить не знаю в общем надо будет приобрести эта база от коде она очень хорошая она не растекается никуда не идея не девается то есть ее как нанес так она есть никакую арочку я не делала не делала потому что короткие ноготочки да и в принципе я не делаю я не особо это люблю и ну как то вот не знаю не особо у меня как-то и получается ровно сделать поэтому я решила что делать не буду но конечно же я обязательно запечатываю краешек и базу я всегда сушу в лампе 60 секунд нет вот 60 секунд у меня горит не за можно наверное 30 секунд сушить но я сушу 60 чтобы наверняка было непосредственно сам лак я уже сушу 30 секунд вот у меня уже высохла база и будем наносить цвет вот это кстати лак он очень очень густой его достаточно наносить в один слой но я честно признаюсь по привычке нанесла в 2 потому что лаки от блюскай которые у меня были до этого они но вот красный например оттенок мне приходилось наносить в три-четыре слоя чтобы перекрыть полностью ногтевую пластинку чтобы цвет был достаточно насыщенный все ровненько на самом деле у меня не особо это получается но я что называется стараюсь и учусь тоже беру совсем немного ставлю также на краешек и пытаюсь ровненько хорошо накрасить ногтевую пластинку потому что у меня это я вам честно признаюсь не совсем получается то свете он какой густой и просто перекрывает вот с первого раза но я буду наносить два слоя так как я все ноготочки так сделал два слоя я скажем так привыкла я очень медленно так аккуратненько покрываю пластинку и конечно же я каждый слой запечатываю вот эту вот краешек и видите я пыталась максимально близко подойти все равно испачкала кутикулу но я потом это все аккуратненько уберу сейчас если что я просто ватной палочкой там где немножечко накосячила скажем так я убираю аккуратненько до сушки то что у меня попало где-то куда-то лишнее но вот здесь это у меня осталось на коже я там близко протереть не могу потом уже как-то буду снимать липкий слой и буду сушить 30 секунд и дальше я буду наносить уже второй слой им я так сказать буду исправлять свои погрешности где-то то есть поверх буду носить немножечко также буду сушить 30 секунд дальше сверху буду наносить вот этот топ от маркер он и он у меня уже практически закончился ну или подсох там я есть честно не поняла просто сверху также аккуратненько стараясь никуда не попасть ничего я повторюсь девочки я не профессионал я вот такой самоучка и хочу конечно пойти на курсы какие-нибудь по маникюру так чисто для себя ну пока нет такой возможности поэтому я пока делаю все как делаю и не меня также спрашивали неоднократно почему я не хожу к мастеру потому что когда были маленькие дети у меня не было такой возможности то есть чисто физической возможности ходить к мастерам вот я решила делать себе сама дома так как обычного держался так и на топ вот этот вот так же я запечатываю краешек и буду 60 секунд так вот не было у меня возможности ходить и я решила все все приобрести сама потому что лак обычный у меня держался один день каждый день красить ногти но не было такой возможности я решила научиться сама и вот делаю сама сейчас конечно можно было бы пойти к мастеру но у меня столько всего куплено что мне на самом деле нет смысла ходить к мастеру у меня одна девочка знакомая тоже ходи ходит к мастеру и я не скажу что мастер делает лучше чем я себе вот конечно нужно найти хорошего мастера вам нужно поискать это как мастер с волосами это как косметолог это как любую такую слугу это нужно искать конечно хорошего мастера но вот делаю сама и думаю кстати может быть пойду на курсы как-нибудь маникюра но пока нет так вот у меня высох ноготок вообще как только нужно было снимать да то есть своим без камеры я сделала более-менее нормально с камерой конечно получилось не очень и знаете сразу особенности когда я начинаю красить вот эту левую руку у меня сразу начинают трястись руки у меня нету проблем со щитовидками кто-то написал не знаю но вот какое-то может быть волнение или еще что-то я хорошенечко вот снимаю липкий слой с ноготочком вот и вот такой вот ноготок у меня получается то есть там где у меня была запачкана кутикула вот у меня это краска осталось на салфеточки на этой и потом я чуть чуть попозже нанесу масло потому что я как-то подумала что может быть у меня от слойки происходит из-за того что я сразу после маникюра наношу себе маслица поэтому я попозже нанесу ну где-нибудь вечерком уже ближе перед сном нанесу вот это масло на всю кутикулу тем более тут немножко кстати порезала себе кутикулу и чуть-чуть у меня все таки затекло вот сюда вот но но да ладно так что вот так вот я себе делаю маникюр в принципе просто ничего на самом деле сложного но не всегда хорошо получается не всегда получается так как мне хочется конечно мне нужно набить руку я тут ничего не могу сказать но так как я себе делаю 1 2 3 недели маникюр себе самой то руку достаточно сложно набить и я еще имею такое свойство знаете посмотрю каких-нибудь мастеров как они делают и мне конечно же хочется сделать также поэтому я тут так то так делала но вот когда короткие ноготочки когда я просто цветным лаком крашу то я делаю вот так как сейчас показала конечно не обходится без того чтобы не заехать на кутикулу там или еще что то такое но я очень-очень сильно стараюсь так что не ругайте меня я надеюсь вам понравилось такое видео оно было для вас полезным интересным не забывайте подписываться на мой канал всех люблю целую и до новых встреч пока пока